Эфир телеканала ОТС продолжает программу «Экстренный вызов». В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Начинаем с очередного коррупционного скандала. Служба собственной безопасности регионального главка МВД вычислила нечистого на руку сотрудника полиции, который продавал оперативную информацию. По данным следствия, в 2019 году сотрудник Держинского отдела полиции договорился со знакомым предпринимателем о взаимовыгодной услуге. Участковый должен был предоставлять сведения об умерших людях. За это ему причиталось вознаграждение. На таких махинациях попался старший участковый уполномоченный. В отношении офицера возбудили уголовное дело по статье «Взятка». Его приятелю, похоронному агенту, им инкриминировали дачу МЗД. Уже установлено, что индивидуальный предприниматель дважды переводил полицейскому на банковскую карту по 10 тысяч рублей. Подозреваемые и задержаны. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании и меры пресечения. Представитель другой интеллигентной профессии уже на свободе. Бывшего директора НИИТО Михаила Садового выпустили из тюрьмы по УДО. Медика осудили за махинации с бюджетными деньгами. Несмотря на размер ущерба в 10 миллионов рублей, управленец, можно сказать, отделался легким испугом. В июне 2019-го его приговорили к трем годам за решеткой и 100-тысячному штрафу. А потом это наказание уменьшили еще на полгода. Получается, Садовой провел на зоне всего несколько месяцев. Накануне Первомайский районный суд пришел к выводу, что растрачек уже исправился и может быть свободен. Сегодня стало известно, кто пострадал в дорожном конфликте на улице Добролюбова 11 февраля. Мужчина, получивший ножевое ранение. Ветеран МВД, а в прошлом боец СОБРа, участник афганских и чеченских компаний. Но несмотря на все перечисленные, сослуживцы называют Вячеслава Клепикова человеком миролюбивым и удивляются, как вообще такое могло произойти. Этот дорожный конфликт вызвал серьезный затор на Добролюбова. Водители, застрявшие в пробке, недоумевали, из-за чего сыр-бор. Если в двух словах одна машина поцарапала другую, участники небольшого ДТП решили поговорить. Поступило сообщение о том, что у дома по улице Добролюбова между двумя мужчинами произошла конфликтная ситуация. В ходе возникшей драки один из ее участников нанес другому удар ножом в область ноги, в результате чего мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Полковник в отставке Вячеслав Клепиков получил ранение. Два дня ветеран был в искусственной коме, в реанимации и только сегодня пришел в себя. За плечами мужчины действительно богатый послужной список. Афган, Чечня, работа в СОБРИ, но все знакомые называют его человеком, уравновешенным и неконфликтным. На гражданке Клепиков стал писать мемуары. Со второго участника инцидента взяли обязательство о явке. Проверка, назначенная МВД, продолжается. Волшебные бобы могут довести жительницу Новосибирска до тюрьмы. Речь о препарате для похудения, который запрещен в России. Помимо гарантированного снижения веса, такие пилюли имеют и другой эффект. Начинаются проблемы с сердцем, возможны поражения нервной системы, психозы. В некоторых случаях наступает даже смерть. 47-летнюю женщину задержали прямо в почтовом отделении. Таможенники давно следили за дамой и знали. Посылки, которая пришла на ее имя из Казахстана, запрещенка. Оперативные сведения оказались верны. В коробке лежали таблетки с многообещающим названием «волшебные бобы», «бибилайт» и фермент для удаления жира. Согласно результатам исследования, данные препараты содержали сильнодействующее вещество сибутрамин, общей массой более 1 килограмма. Данные вещества были изъяты из незаконного оборота. Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении гражданки уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226 прим. 1 Уголовного кодекса РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ». Уголовный кодекс предусматривает за такое преступление весьма серьезное наказание – до 7 лет за решеткой. Впрочем, физический труд и диета в местах не столь отдаленных могут стать неплохой альтернативой в деле снижения веса. 9 миллионов рублей за смерть жены и сына – таковы исковые требования новосибирца, который два года назад потерял самых близких людей. Супруга Алексея Бровкина скончалась в роддоме 25-й больницы. В марте 2018-го в семье должен был появиться третий ребенок. Но по роковому стечению обстоятельств медики сначала не смогли спасти младенца, а на следующий день умерла мать. В возбуждении уголовного дела отказали. Тогда вдовец в гражданском порядке потребовал возмещения морального вреда. Отец один воспитывает двоих несовершеннолетних дочерей. Истец считает, что врачи выбрали неправильную тактику лечения, несмотря на показания. Они не назначили кесарево в сечение, а заставили Анастасию Бровкину рожать самостоятельно. Мы полагаем, что в данной ситуации как больницей, так и поликлиникой, где супруга наблюдалась в период беременности, был допущен ряд нарушений существенных, которые повлияли на исход родов, на вот такой вот летальный исход для его супруги, для плода. И сейчас у нас стоит вопрос в том, чтобы в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы установить круг этих нарушений и, соответственно, прийти к выводу о том, что они состоят в причинно-следственной связи с наступившими тяжкими последствиями. В три раза дороже, но с доставкой на дом. В редакцию нашей программы обратились несколько пенсионерок, посчитавших себя обманутыми. Женщины сначала согласились на замену электросчетчиков, а потом узнали, что сделать это можно было гораздо дешевле. Жительница Дзержинского района Новосибирска Юлия Репина рассказывает, в январе в ее дверь постучали двое мужчин. Мельком заглянули в электрощиток и заявили, что оборудование устарело. Они мне показали корочки. Представились главным инженером и рабочим и предложили поставить новые счетчики. Так как они посмотрели на наш счетчик, у нас он был с 2003 года. Через 16 лет мне сказали, что счетчики меняют. И в следующий раз, когда я пойду платить за электроэнергию, у меня уже не примут показания якобы. Аналогичную историю нашей съемочной группе поведала и женщина, живущая этажом выше. Пенсионерки пообещали льготную цену на установку счетчика. 5900 рублей только сегодня и только сейчас. Хозяйка квартиры поверила внезапным настойчивым визитерам и отдала последние деньги. Потом, когда уже оформили, я уже позвонила, они говорят, это мошенники, вас обманули. Татьяна Берестова узнала, что в ресурсоснабжающей организации замена счетчика обошлась бы ей в сумму меньше 2000 рублей. Свои деньги она попыталась вернуть силой. Вышла на улицу и поймала инженера, установившего дорогостоящий прибор. Я схватила его, начала с ним грубо разговаривать. Я говорю, верни мне деньги, вы нас обманули. Он говорит, что мы уже деньги в офис увезли. Я его держу, он говорит, отпустите меня, я вызову полицию. Я говорю, я сама вызову. Подоспевшие по вызову сотрудники полиции объяснили женщине, как устроены рыночные отношения и убедили, писать заявление смысла нет. Не теряя надежды, пенсионерка отправилась в офис компании и составила претензию. Но установщики счетчиков не нашли оснований для возврата денег. Мы коммерческая организация, и мы устанавливаем цены. Вам сказали, если вы можете найти дешевле, занимайтесь сами. На популярном сайте в сети интернет большинство отзывов об этой компании негативные. Эта контора такой же лохотрон, как ремонт пластиковых окон, газовые анализаторы и фильтры для воды. Вы на кого рассчитываете? На одиноких пожилых людей? Что за бардак творится? Постараюсь выбрать время для написания на вас заявления. Юристы говорят, вскоре предприниматели не смогут зарабатывать на чужом доверии. С 1 июля приобретение, установка и замена приборов учета перестанут быть заботами собственников жилья. Будут этим заниматься только сетевые организации и гарантирующие поставщики. Все. Больше никто этим заниматься не будет. То есть никакие субподрядчики, предподрядчики, какие-то частные конторы, лавочки, ИП, они этим больше заниматься не будут. Вот все, у них эта обязанность отпадет, и они больше не смогут этого делать. Поэтому есть вероятность, что они хотят сейчас запрыгнуть в последний вагон и максимально обогатиться, заработать деньги. Платить или не платить, а главное кому и сколько, выбор остается за потребителем. А нашим героиням впредь нужно быть более внимательными и действовать по принципу «доверяй, но проверяй». Мария Никитина, Борис Гладких, экстренный вызов. На этом пока все. Телефон редакции 310-2005 доступен каждый будний день с 12 до 6 вечера. Если вы сняли на видео преступления или происшествия, присылайте нам. Мы покажем ролик в эфире. В студии работала Мария Никитина. До встречи на канале ОТС. Субтитры подогнал «Симон»!